А мы продолжаем разговор о самом главном. Сегодня в рубрике «История болезни» мы поговорим о тяжёлом онкологическом заболевании. Рак предстательной железы или рак простаты. Рак простаты очень опасен, и в первую очередь потому, что многие люди не обращают внимания на симптомы и его обнаруживают в последней стадии. Сегодня мы с вами выясним, из-за чего он возникает, как его диагностируют и, самое главное, как можно его излечить. Наш герой Александр Николаевич Альбедиль столкнулся с этим страшным заболеванием. Внимание на экран. Александр Альбедиль в свои 68 лет не сидит на пенсии. Он руководит предприятием. И, конечно же, как любому занятому человеку, болеть ему просто некогда. Поэтому каждые полгода он проходил полное медицинское обследование. Началось всё в 2009 году, в октябре месяце. Значит, я сдавал кровь для пульмонолога. И терапевт обнаружил, что эритроциты высокие. Оказалась причина – рак предстательной железы. Вот здесь был, конечно, шоу. Рак. В нашей стране этот диагноз воспринимают как приговор. Люди боятся рака, как огня. Он ломает даже самых стойких. Человек готовится к бесконечным лечебным процедурам, мучительной боли и смерти. Ну, отдельные какие-то моменты ночью проснёшься, думаешь, да, мало ли. Рак. К чему это приведёт? Сколько чего осталось? Ну, и вроде так. Проснёшься, чаю попьёшь, посидишь ночью, часочек-другой. А потом ложишься, засыпаешь. Врачи выносят Александру окончательный вердикт – спасти может только операция. Любое хирургическое вмешательство – огромный риск. Но выбора нет. Ведь на другой чаше весов – жизнь. И в октябре 2010 года Александр Альбедиль соглашается на операцию. Александр Николаевич приехал к нам сегодня на программу. Встречайте. Здравствуйте. 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 Судя по бодрому рукопожатию, у вас всё хорошо. Вот-вот-вот. Как вы себя чувствуете? Отлично? Отлично. Я так понимаю, что операция прошла успешно? Да. Что за операция помогла Александру Николаевичу, мы расскажем чуть позже. Сейчас наступило время поговорить о том, что же из себя представляет рак простаты. Дело в том, что предстательная железа – это такая вот небольшая железа, которая расположена под мочевым пузырём. И она выделяет особое вещество, секрет, который входит в состав спермы. Опухоль, рак предстательной железы – это гормонозависимая опухоль, которая возникает в ткани предстательной железы и в дальнейшем, увеличиваясь в размере, приводит к появлению определённых симптомов. Но самое печальное в том, что в дальнейшем она может дать метастазы в другие органы. И тогда спасти человека уже очень и очень сложно. По статистике, рак предстательной железы развивается у каждого седьмого мужчины. Факторами риска здесь являются наследственность, малоподвижный образ жизни и употребление пищи, богатой насыщенными животными жирами. В чём опасность этого заболевания, Сергей? Опасность данного заболевания возникает из-за того, что эту опухоль весьма сложно человеку самому заметить на ранних стадиях, когда симптомы практически отсутствуют, либо незначительно выражены. А тогда, когда эти симптомы появляются, а это, например, затруднения при мочеиспускании, боль, это обычно говорит уже о достаточно развитой опухоли, достаточно поздних стадиях заболевания. Но есть и хороший сценарий. Если человеку делают операцию, то он выздоравливает. Что же это за операцией? В нашей стране пациентов с раком простаты спасают при помощи робота. Да, вы не ослышались. Именно эту операцию по удалению раковой опухоли делает робот. Но самое главное найти с этим роботом общий язык. А это может сделать только специалист. Высокий профессионал своего дела. И он приехал к нам на программу. Встречайте, Дмитрий Юрьевич Пушкарь, заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-станкологического университета, доктор медицинских наук, профессор, главный уролог Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Здравствуйте. 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 Александр Николаевич. По вашим объектам, я так понимаю, вы давно не виделись. Полгода. Полгода? Да, наверное. Полгода? Да, наверное, полгода. Слушайте. Встретились как старые знакомые. Очень приятно. Расскажите нам, пожалуйста, про эту операцию. Сразу говорю, выглядит эта штука совсем не так. Ну, это просто символ, некий символ. Это какая-то игрушка, вы понимаете, это пластиковая игрушка, которая сломается, увидев простату вообще любую. Вот, понимаете, вот и все. Сразу сломается, и у нее и руки, и ноги сразу, да. Мы вот принесли, можно, да, Сережа? Конечно, нужно. Мы принесли в зал вот инструменты, да. Это инструменты, инструменты, которые вот через отверстия вот такое, они таким образом проникают, проникают в брюшную полость. И вот эти инструменты, видите, они имеют много степеней свободы. Посмотрите, посмотрите, да. Рукой, может быть, так даже и не сделаешь. То есть это руки робота? Это абсолютно микроручки, да, я их называю микроманипуляторы, да, руками их назвать нельзя, это микроманипуляторы. И вот этими двумя микроманипуляторами, одним и вот таким, вторым, вот таким и вторым, мы выполняем эту операцию, да. Сегодня мы соберем с помощью этих микроручек, мы соберем для вас самолетик, сделаем бумажный самолетик, маленький-маленький. Вот так вот он выглядит целиком. А это вот робот так выглядит, совершенно верно. И это вот наши сотрудники, которые сейчас вот готовятся к операции. Очень много народу в операционной, почему? Потому что это серьезная манипуляция. Видите, вот таким вот образом. А я в это время сижу совсем в другом месте. Вот там сижу, вот там сижу. Это в той же операционной, ну вот я сижу, вот Александр Николаевич, а вот мы вот здесь, вот с консолью вместе, вот эта консоль. Вот я там сижу, вот таким, вот таким, вот, вот вам, пожалуйста, вот на этом стуле, да, сижу я и вот таким вот образом манипулятор отвечает, реагирует на движения. И эти вот микроручки, которые там, они совершают те движения, которые мне совершить очень было бы сложно. Ну и, наконец, самое главное, самое главное, это операция, которая выполняется практически без кровопотери. Поэтому пациент восстанавливается гораздо быстрее. Но, опять же, не в этом дело. Вы знаете, дело в том, что мы сохраняем основные функции. Функции, которые очень важны. Прежде всего, функция мочи спускания. Если вы спросите, Александр Николаевич, я уверен в этом. Уверен в этом, что функция мочи спускания никак не пострадала абсолютно. Все окей. Я хочу всем предложить посмотреть видео, как работает этот робот. Насколько точны его движения. Посмотрите. Я вас прошу прокомментировать, Дмитрий Юрьевич. А, это вот то, что я вам говорил. Видите, вот таким вот образом, вот таким вот образом. Мы делаем самолетик. Видите? Вот таким вот образом бумажка. Но мы делаем самолетик. И, действительно, вы видите, что самолетик, он, в общем, мы раньше называли с двухкопеечного монета. Сейчас теперь говорим с двухрублевого монета. Да, временно изменились. Это вы прекрасно понимаете. Поэтому вот такой вот самолетик. Ничего себе, настолько точны движения. Да, это именно так. Это именно так. Достаю из кармана. Вот самолетик, видите? Вот таким вот образом он будет держать. Вы видите? Вот, посмотрите. Вот самолетик. И вот двухкопеечная монета. Двухрублевая. Да? Вот она. Просто уникальный робот. Вот. И руки. И это быстрое движение, которое, конечно, позволяет отличить те ткани, которые нужно оставить в организме, от тех, которые нужно убрать. И сейчас я хотел бы попросить кого-то из наших зрителей мне немного поассистировать, для того, чтобы люди поняли, чем же предпочтительнее операция с помощью робота в сравнении с обычной операцией. Есть ли у нас доброволец, который согласится мне помочь? Вот он. Он здесь. Раз, два, три. Итак. Доброгоольцы. Они здесь. Видите ли, основная проблема заключается в том, что простата расположена весьма неудобно для оперативного доступа. То есть это очень большая проблема. И не только малоподвижность рук человеческих здесь препятствия, но также то, что человек не видит. Очень тяжело увидеть, собственно, то, что расположено внутри. Бывает такое. Да. Соответственно, у нас сейчас с вами будет очень простая задача. Вам необходимо достать вот тот стаканчик, пластиковый стаканчик, который расположен внизу, с закрытыми глазами, не уронив при этом стоящие рядом бокалы. То есть не повредив окружающие ткани. Представьте, что это, например, сосуды, нервы, уретро. Вам необходимо все это, не затронув, стаканчик оттуда брать. И все это с закрытыми глазами. Давайте. Да вы, батенька, партизан. Вы уже стол куда-то сдвинули. Так. Боюсь, что нерв разрушен. Да. Неудачно сложилось. Спасибо вам. Присаживайтесь. Могли пацана потерять. Да. И сейчас мы попробуем проделать ту же операцию с помощью робота. Безусловно, это не более, чем метафора, потому что те роботы, которыми пользуются в операционных, они на много-много порядков меньше, точнее и искуснее. Тем не менее, мы попробуем. Так. Налево тянет. Вот. Ага. Ага. И вот робот добрался до простаты. И изящным движением манипулятора взял ее. И аккуратно уходим. Согласен, это несколько гротескная модель, но тем не менее, мы видим, что в некоторых случаях с помощью робота осуществить операцию значительно проще, чем с помощью человека. Дмитрий Ильич, я вот что хотел спросить. После этого там ничего не остается, что может вызвать повторную опухоль? Знаете, вопрос очень важный, очень хороший. Давайте на нем остановимся. Прежде всего, если опухоль не вышла за пределы простаты, то, о чем мы сказали, этот шанс небольшой. Да? Небольшой. Но он есть. Почему? Потому что, к сожалению, мы не знаем, почему возвращается опухоль. Иногда она возвращается именно в том месте, где мы были. Хотя морфология, микроскопия говорит о том, что все удалено. Это действительно очень серьезно. Ну и наконец, чтобы мне хотелось сказать обязательно, что вот эти профилактические осмотры мужчин, которые, в общем, являются изначально нашим, нашей диспансеризацией, так называемой, на которую все мы смеялись раньше. Помните, о чем я говорю. Это очень важное дело, потому что это позволяет выявить эту опухоль на ранней стадии. А на ранней стадии выявления, оно действительно позволяет избавить зачастую пациента от этой опухоли, один раз и на всю жизнь. Вообще, как попасть на такой оператор? Вы знаете, у нас государственное учреждение, 50-я городская больница. Там у нас есть кабинет ранней диагностики рака предстоятельной железы. Но у вас очередь, наверное, стоит до нижнего волочка. Нет такого абсолютно, по той простой причине, что у нас большая клиника, у нас 230 коек, 240 коек. Поэтому, в общем, каждое место найдется. Да? Просто об этом нужно подумать заранее, скажем так. Не нужно ждать, пока будут какие-то расстройки в том числе. Весь зал аплодирует вам, я в том числе. Спасибо. Александр Николаевич, я вам желаю всего самого-самого доброго. Вдомное спасибо, что вы пришли. И вам спасибо. Дай к вашему следу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До встречи. Спасибо. Вам отдельный аплодисмент. Хорошо, очень приятно. Очень приятно. Ребята.